Всем привет! Сегодня наш рассказ будет о таком спортсмене и актере, как Сергей Рубан. Судьба Сергея Рубана превосходный пример того, чего может добиться человек, проявив волю и усердие. Сергей был обычным москвичом стаганки. Годы упорных тренировок превратили его в силача. Первого в истории СССР чемпиона по армрестлингу и в одного из героев книги рекордов Гиннеса. Строчки во всемирном справочнике достижений он добился в качестве самого высокого и тяжелого культуриста Европы и России. Сергей Рубан имел рост 198 сантиметров и весил больше 150 килограммов. Сергей родился осенью 14 октября 1962 года в городе Москва. В многочисленных интервью Рубан вспоминал, что рос молчаливым, малообщительным и очень тощим. Когда Сергей пришел из армии, то случайно у друга увидел фотографию Арнольда Шварценеггера и сразу же понял, что Сергей хотел бы стать на него похожим. Тогда в текстильщиках был штангистский клуб атлет. Две пары гантелей, штанга, пара снарядов для упражнений и все. Вот там и начинал Сергей Рубан. Два года в пустоту. Потом пошло-поехало, стал появляться на людях и даже попробовал себя в армрестлинге. На чемпионате Москвы он занимает второе место. В финальной схватке соперник рвет ему связки и Сергей от боли теряет сознание. Но зато через две недели он выигрывает чемпионат СССР по армрестлингу и становится первым чемпионом СССР по этому виду спорта. Отзанимавшись пять лет бодибилдингом, Сергею предложили поучаствовать в конкурсе каскадеров, причем не простых, а конных. Это был не Мосфильм, а конный театр Кантемирова, где его научили не только ездить на лошадях, но также приемом рукопашного боя и сценическому фехтованию. А уже оттуда ушел на Мосфильм работать по-настоящему. И сразу же актер получил роль в фильме «Мордашка», где снимался вместе с Дмитрием Харатьяном. Как только отснялся в Ширли-Мырли, меня какие-то люди поймали на Мосфильме и предложили поучаствовать в чемпионате мира среди гладиаторов в Англии, где я выступал под именем Спартак, вспоминает Сергей Рубан. Соревнования проходили в Бирмингеме целых две недели, за которой я похудел на 10 килограммов, но зато набрался там впечатлений на 10 лет вперед. Больше всего запомнился прием у английской королевы и высокомерия, с которым американки-участницы соревнований относились ко всем остальным. Итак, Рубан был Спартак, Турчинский был Динамит, а кто вспомнит, какие прозвища были у наших девочек. Рубан снялся в 20 фильмах, два из которых снимали голливудские компании в России. Два года подряд он ездил в Голливуд, пока ему это не надоело. Работать там он не имел права и поэтому заявку в актерское агентство не подавал. А летал туда к Арнольду Шварценеггеру, жил в Лос-Анджелесе у своих друзей. Ни с Сигалом, ни со Сталлоне он был незнаком, как многие об этом думали. И кто зайдет на кинопоиск, сразу же посмотрит, что 20 фильмов там и нет. Ну, наверное, потому что Сергей снимался в таких фильмах, где, скорее всего, его не указывали даже в титрах. Маленькие такие роли. Сергей также знаком с актером Матиасом Хьюзом, Ральфом Меллером и еще со многими знаменитостями Америки. Но дело в том, что они, как и Арни, спортсмены, и они делают общий с ним бизнес. И поэтому только общаются. В Америке, занимаясь вместе со звездами бодибилдинга, Рубен понял, что представление российских титанов о культуризме расходится со знаниями западных коллег. Профессионал отводит тренировкам 1-2 часа в день, отдавая первенство в вопросе роста мышц правильному питанию. Знания, полученные за океаном, помогло Сергею довести формы тела до желаемой степени совершенства. И все же высокий рост культуриста требовал большего веса, чтобы участвовать в соревнованиях. Вот почему карьера актера стала для Рубена главным делом. Близкие люди и те, кто знал Сергея, отмечают, что это был добрый, приветливый и очень скромный человек. Русскому богатырю было 53 года, когда его жизнь внезапно оборвалась. Причиной смерти стал инфаркт. Тот же посмертный диагноз был и у Турчинского. Специалисты предполагают, что беда произошла из-за усиленных тренировок, дававших огромную нагрузку на немолодое уже сердце. У спортсмена осталась жена Любовь, с которой они прожили в браке 18 лет, и 15-летний сын Павел. Известно, что Сергей Рубен вел здоровый образ жизни, не баловался ни алкоголем, ни сигаретами. Однако в интервью культурист признавался, что употреблял стероиды для набора мышечной массы. В 30-летнем возрасте, по его словам, от химии совсем отказался, поскольку знания и опыт позволяли набирать силу и мышечный объем без анаболических препаратов. Он был в отличной форме и после 50 лет продолжал тренироваться и мечтал о новых высотах. Утром 10 декабря 2015 года он рано проснулся, стал собираться по делам, но внезапно потерял сознание и в считанные минуты умер. Это стало шоком для родственников, друзей и поклонников спортсмена и актера. Сергей Рубен погребен на Никольско-Архангельском кладбище, где покоятся его отец и дед. Помимо фильмов и гладиаторов, я помню, Сергей Рубен еще снимался активно в «До 16 и старше». И вот лично опять мое мнение, уж кого, кого, а русским Шварценеггером, скорее всего, можно назвать Сергея Рубена. Но никак не Александра Невского. Но Саша был по ходу дела пробивной парень. Познакомился со многими нужными ему людьми, пробился в Голливуд. Сейчас, как вы уже знаете, снимает свои фильмы. Я соглашусь, у Саши, конечно, специфические фильмы для узкого круга его почитателей. Но в шоу-бизнесе скромность – это, скорее всего, порог, нежели талант. Поэтому такие, как Александр, которые везде залезут без мыла, будут на первых ролях. А такие скромные спортсмены-актеры, как Сергей Рубен, будут оставаться малоизвестны. На этом сегодня все. Вот такой был Сергей Рубен – истинный русский Шварценеггер. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok